Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Ирландия ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Таким образом, количество членов Евросоюза, ратифицировавших документ, достигло 14. Украина и США подписали декларацию о предоставлении нашей стране кредита в размере 2 миллиардов долларов. Подписи под документом поставили министр финансов Украины Наталья Гереська и глава финансового ведомства Соединенных Штатов Джейкоб Джозеф Лью. Соединенных Штатов Америки надает Украине кредитных гарантий в обсязе 2 миллиардов долларов США. Это позволит Украине более активно проводить уже начинные реформы, а также добавить Международную финансовую поддержку на более приятных для Украины условиях. Мы дякуем Украину США за поддержку Украины, особенно в такой непростой для нас час. Соединенные Штаты остаются твердыми в своей поддержке Украины и в ее противостоянии российской агрессии. Тут перебувають радники Министерства финансов США, которые дают экспертные порады. Также мы в прошлый год надали кредитные гарантии на миллиард долларов и другие допомоги на 340 миллионов долларов. Украинский уряд продолжает двигаться вперед по своей амбитной программе реформ, и эти усилия потребуют поддержки Международного співтовариства. Как часть этих международных усилий из поддержки Украины уряд Сполученных Штатов догонялся в первую половину 2015 года дойти угоди по кредитной гарантии Украины на сумму 1 миллиард долларов, за умови, что Украина остается на курсе реформы. Мы также предложим, что мы попросим в наш Конгресс выделить дополнительно еще 1 миллиард долларов, и разум тогда сумма кредитных гарантий складет 3 миллиарда долларов, снова-таки, если Украина продолжит свою программу реформ и все еще потребует поддержки. Евросоюз пока не планирует вводить новые экономические санкции против России. Об этом рассказал высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, 29 января министры, скорее всего, не будут принимать решения о новых ограничительных мерах, а дадут поручение Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий подготовить окончательные предложения к запланированному на 12 февраля саммиту ЕС. Генеральный прокурор Мексики официально подтвердил, студенты, пропавшие 4 месяца назад в Игуали, были убиты. И подтвердилась и версия следствия о том, что протестовавших учащихся приняли за конкурентов наркокартеля Геррера Сунидос. Подробнее об этом далее. Коррумпированные полицейские похитили молодых людей и передали бандитам. В причастности к убийству студентов признался Филипп Родригес. Его арестовали в середине января. Он рассказал, что выполнял приказ одного из своих боссов. Руководил расправой над студентами. Арест произвели следователи. Основываясь на показаниях свидетелей, они определили, кто руководил операцией. Привез жертв на свалку, допрашивал их и отдал приказ убить. Он, Родригес, также признался в своем участии. Представитель генпрокуратуры сообщил, что студентов приняли за членов банды Лос-Рохас. Студентов посчитали членами конкурирующей преступной группировки в регионе. Это стало причиной их похищения и в конечном счете убийства. Генеральный прокурор Мексики заявил, что несмотря на подтверждение гиблии студентов, расследование продолжится. Завершение расследования – это, возможно, не самые правильные слова. Пока мы не найдем всех подозреваемых, я не могу закрыть его. Это неподходящее слово. Вы спрашиваете, есть ли у нас достаточно оснований заявлять, что их убили и сожгли? Я отвечу – да. Намного больше, чем в любых других случаях. По словам прокурора, убийцы очень тщательно уничтожили тела студентов, чтобы не оставить улик. Они сожгли их и выбросили останки в реку Сан-Хуан. Все это затрудняет работу экспертов. Пока удалось идентифицировать останки только одного студента. Генпрокурор также отверг появившееся ранее обвинение в том, что к этому похищению могли быть причастны мексиканские военные. Напомним, с совершенным преступлением был арестован бывший Мария Гуалы, его супруга и многие сотрудники полиции. Украинская короткометражка «Давай не сегодня» завоевала премию «Лучший короткометражный фильм» на итальянском кинофестивале в Триесте. Для 23-летней выпускницы университета имени Карпенко-Карова, жительницы Ровно, Кристины Сиволап, фильм стал дебютом. По сюжету, герои ленты Алексей и его спутница Кристина планируют умереть счастливыми и в один день. Но перед этим Алексей должен закончить важное дело. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.